Украинский политик раскритиковал решение Киева прекратить соглашение с СНГ Радио Спортник Украинский политик раскритиковал решение Киева прекратить соглашение с СНГ 17.47 РИО Новости Сергей Пятаков Участники заседания военно-технического комитета при Совете Министров обороны государств участников СНГ в Москве 8 ноября 2018 года РИО Новости Сергей Пятаков Украина прекратила действия трех соглашений в рамках СНГ В эфире радио Спортник Украинский политик Владимир Олейник отметил, что такие шаги в стране преподносятся как очередная победа власти Но это не так 11 декабря 2018 года 12.26 Киев теряет дружбу с Россией Политолог о разрыве Украины договора с РФ в Киеве опубликован закон о прекращении действия договора о дружбе Сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной Политолог Владимир Жарихин в эфире радио Спортник Высказал мнение о последствиях прекращения действия договора для Украины Кабмин Украины прекратил действия трех соглашений по экономическому сотрудничеству Заключенных в рамках Содружества независимых государств Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития страны Это соглашение о межгосударственном обмене экономической информацией Заключенное 26 июня 1992 года в Минске Соглашение об обмене информации в области внешнеэкономической деятельности Заключенное 24 сентября 1993 года в Москве И соглашение о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности Заключенное 15 мая 1992 года в Ташкенте Первые два предусматривали налаживание обмена между странами-участниками СНГ актуальной экономической информацией и статистическими показателями. Третий документ подразумевал, что члены СНГ будут взаимно координировать свои действия в области политики и экономики, в том числе в диалоге с третьими странами и международными организациями. В современных реалиях эти соглашения уже потеряли свое практическое значение и не применяются, поскольку вся необходимая и потенциально полезная экономическая информация в полном объеме размещена в открытом доступе на официальных сайтах органов исполнительной власти Украины и соответствующих международных организаций, членом которых является Украина, поясняется в сообщении. Кабинет министров разработал соответствующие постановления после выхода указа президента Украины Петра Порошенко, который распорядился приостановить некоторые международные договоры. Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио «Спутник» высказал мнение, что прекращение действия соглашений по экономическому сотрудничеству противоречит национальным интересам Украины. Украина реально отменила в одностороннем порядке эти три соглашения, которые уже де-факто не действуют с 2014 года нет этого обмена. Конечно, проигрывает Украина, потому что обмен информацией позволяет выработать общую стратегию на международных рынках, не вредить друг другу. Обмен такой информацией, например, позволял скоординировать работу в отношении продажи оружия. Когда-то говорили, что было бы неплохо объединить усилия России, Казахстана и Украины и создать зерновой опек, мы могли бы диктовать цены на зерно. Но, к сожалению, сегодня на Украине прекращение соглашений преподносится как очередная победа власти, потому что все подчинены избирательному процессу. Это мобилизует электорат Порошенко, но противоречит национальным интересам Украины, сказал Владимир Олейник. 10 октября 2018 года, 14.45 истероидный накал. Эксперт об отказе Киева от наблюдателей СНГ на выборах Украины отказалась от участия наблюдателей от СНГ на президентских выборах. В эфире радио «Спортник» политолог Семен Уралов высказал мнение, что на решение украинской стороны повлияли два аспекта. В январе Украина также прекратила действие соглашения о развитии выставочной и армарочной деятельности в СНГ. Оно было подписано 26 мая 1995 года между Украиной, Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил Кабмину начать процедуру официального выхода из учредительных органов СНГ. Он также заявил, что Киев внимательно посмотрит все международные договоры, заключенные в рамках СНГ, и выйдет из тех, в которых найдет хотя бы малейшее несоответствие национальным интересам. В августе 2018 года представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто. Контакты осуществляются через украинское посольство в Минске. 28 августа 2018 года, 15.47 и украинский политик, действия Порошенко становятся все опаснее. Украина закрыла представительство при уставных органах СНГ. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио «Спутник» рассказал, чем, по его мнению, руководствуется президент Петр Порошенко, отказавшись от участия страны в работе Содружества.